Они ему наплели, будто башни это какие-то излучатели, а он им и поверил. Бред какой-то. Все сумасшедшие говорят, что их кто-то облучает. В самом деле, да. Сотовые вышки, психотронные вышки, высокочастотные, телекоммуникационные. Да как их только не называют. Но от этого их влияние на нашу жизнь никак не меняется. Они растут как грибы после дождя. На месте, где только вчера стояло две мачты, утром вдруг вы можете обнаружить еще и третью с добавочным оборудованием. Ну а как же, сотовая связь-то барахлит без конца. Вот только иногда я вспоминаю 2004 год, когда этих вышек не было и связь, как я помню, была иногда даже лучше, чем сейчас местами. Нам, конечно же, будут нести пургу, что это все Wi-Fi-усилители. Но зачем они нужны, скажем, в поселочке, где численность не превышает даже 500 человек и местного Wi-Fi у них в помине нет. Причем стоит обратить внимание, что их ставят абсолютно незаконно, не соблюдая меры, отступы и нарушая свои же писанные где-то там правила по установке этих вышек. И все это делается с нашего молчаливого согласия. Существует постановление правительства Москвы от 1 апреля 1997 года, номер 244, который устанавливает предельно допустимые нормы излучения на селетибных территориях. И оно может, оно никем не отменялось, и оно действительно может сработать, оно защищает граждан. То есть, если происходит установка с нарушением данных норм, то можно назвать ее неправомерной. Скажите, пожалуйста, существуют какие-то нормы, которые бы можно было увидеть, да, то есть, нормы допустимых значений или недопустимых значений вот в данной ситуации? Да, в приложении номер один, то есть, есть специальная таблица помещения жилых зданий, образовательных учреждений, грубо говоря, все селетибные территории. То есть, здесь устанавливаются предельно допустимые нормы в диапазонах частот, которые в данном случае, вероятно, будут нарушены при установке этого оборудования. Есть примеры, где после установки одной из таких мачт перед жилым домом, весь дом встает против, и они пишут в прокуратуру, ходят, достают местных чинушек, и таки добиваются, что вышку убирают. Но убирают подальше, опираясь на регламент по установкам. Но опять же, на некоторых стоят усилители, бьющие даже на тысячу километров. А это расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону на минуточку. Поэтому рассуждать о спасении не приходится. А остальные так и будут глядеть в окошко и радоваться, что у них со связью теперь все будет круто. Рассмотрим ситуацию на примере города-курорта Анапа, где я сейчас нахожусь. Я сейчас стою на одной из улиц, причем, надо сказать, не густо населенной. Но вот здесь сейчас стоят три вышки. Еще месяц назад было две, а теперь вот добавили еще вот эту, по-моему. Оборудование одинаковое. Я периодически здесь проезжаю, обращаю внимание, что связь иногда прыгает даже на Е. Понимаете, что это практически нет интернета. Хотя вот проезжаю в ту сторону, там, подальше, и уже ловлю 4G. Мне, кстати, не так давно посчастливилось, в кавычках посчастливилось, побывать на крыше питерского спорткомплекса Арена, где располагалось подобное оборудование. И, к своему стыду, свой телефон я оставил внизу в машине и не имел возможности сфотографировать эти коробки, так сказать, сзади. Но скажу, что вот на вот этих, которые квадратненькие, на них была маркировка Теле2, вот на вот этих. Значит, да, Билайн и Гафон МТС, они, в принципе, используют такие же. А вот назначение вот этих длинных, которые там тоже были, я так и не понял. Вот рядом стоит дом. Сдан в эксплуатацию два года назад, по-моему, может, год. И вот там уже виднеются счастливые, в кавычках, обладатели жилплощади, в которых вот теперь круглосуточно будут жарить, как в микроволновке, особенно вот эту торцевую часть. Ну вот еще я немного отъехал. И здесь красуются тоже три мачточки. Раньше была одна. А позади меня сейчас новый жилой комплекс из многоэтажек стоит. Вот сейчас его не видно здесь. Вот, но он новенький. Ну и там еще плюс. Вот тоже все это облучается. Ну или вот, пожалуйста. Совсем недавно тут вообще ничего не было. Стояла только заправка. Вот, а теперь вот всякая куча хлама висит на этой вышке, причем хлам добавляется. А позади новостройки, они еще пустые. Еще с маркерами на окнах. Мне вот интересно, сейчас даже в таком городке, как Анапа, растут жилые коробки. А в Москве там целое незаселенное Подмосковье стоит. И продолжает строиться. Кого они тут и там собрались селить? Если идет целенаправленное сокращение населения через все, что только можно. Какая-то многоходовочка. Наверное, хотят выжать оставшийся народ из сел и заселить в коробки, чтобы все были рядом, как говорится. Но чтобы заселяться, средства же нужны. Даже если продать удастся человеку избушку с участком в селе, ему едва ли даже хватит на первый взнос, чтобы влезть в ипотеку. В Подмосковье я знаю однушка и в пятерку встает. Миллионов, разумеется. И опять же, люди в селах и пригородах мрут, как мухи, кому переезжать. Может, конечно, для китайцев все это готовят. Кстати, интересное наблюдение. Вблизи Кремля, Думы, Лубянки, а также в районах Рублевки усилителей сотовой связи вы не обнаружите. А и правда, зачем в центре Москвы хорошая связь? Интернет. Они же там все книжки читают, да? И по проводной связи общаются. Вот, посмотрите. А вот еще одна новость. В настоящее время по всему миру разворачивается новая сеть для мобильной телефонии, получившая название 5G. Где-то она сразу начинает работать в полную силу, где-то тестируется. В частности, тесты начались в Нидерландах и в Гааге. Сколько начала работать матч, точно неизвестно, но местные экологи сразу определили три. На железнодорожной станции Холландс-Спур, в районе местного телецентра и в районе парка Гюйгенса. Самих матч без специальных поисков не видно, однако с началом их работы с неба начали падать птицы. Счет погибших птиц идет на сотни в масштабах парка Гюйгенса и на тысячи в масштабах города. Поскольку никто погибшими птицами в городе в целом не занимается, точной статистики по всей Гааге нет, однако в парке Гюйгенса существует специальная служба, которая погибшими животными как раз и занимается, но только в пределах парка. Вот их статистика. Пятница, 19 октября. 30 мертвых скворцов. Среда, 24 октября. 30 мертвых скворцов. Четверг, 25 октября. 88 мертвых скворцов. Четверг, 1 ноября. 138 мертвых скворцов. Пятница, 2 ноября. 7 мертвых скворцов. Суббота, 3 ноября. 44 мертвых скворца. Первым, о чем подумали работники парка, была некая птичья эпидемия. Хотя для эпидемии все было странно, поскольку больную птицу специалист сразу отличит от здоровой. Птица, умершая от болезни, будет, как правило, истощенная. Будут проблемы с оперением. Внутри больной птицы всегда есть какие-то паразиты. Но все мертвые птицы были на вид абсолютно здоровы, и никакого возбудителя в них не было найдено. Да и только когда в парк пришли экологи и сообщили смотрителям, что у них там работает башня 5G, все сразу стало понятно. Тогда экологи пришли в офис компании, которая занимается тестами 5G, и стали там показывать менеджерам мешки мертвых скворцов. В ответ менеджеры перевели какого-то клоуна с бородой и в очках, который стал загибать пальцы и рассказывать, что у 5G длина волны точно соответствует длине тела скворца. Поэтому скворцы вступают с передатчиками в резонанс и погибают. Для животных, чей размер большей длины волны 5G, угрозы не представляет. Услышав такие умные, в кавычках, речи, подкрепленные рисованием формул, растерянные экологи ушли в раздумьях. И в ходе этих раздумий выяснилось, что самую первую мачту 5G тестировали в неком Гронингене, еще в январе 2017 года. А поскольку Голландия это страна ферм и коров, то под длину волны первыми попали коровы. На пяти фермах в районе, где были испытаны вышки 5G, коровы очень странно реагировали на попытки включения вышек. Они начинали страшно мычать, бросаться рогами друг на друга и проламывать головой стены сараев. Коровы паниковали целыми стадами, поэтому испытания в том районе власти были вынуждены прекратить. Однако похоже, что теперь власти стран всего мира решили испытать 5G еще и на людях. Ну да, те паниковать не будут, все примут. Они сказали, что также можно построить электромагнитные башни, чтобы успокоить людей во время чрезвычайных ситуаций. Это выродки. Вы знаете, я тут недавно в начале ноября переехал на новую съемную квартиру и вы не представляете, как я обрадовался дохлому таракану в раковине. Я не знаю, как долго он там пролежал от предыдущих жильцов, но даже такая вот мелочь может иной раз действительно обрадовать. Так что сейчас экологический показатель, когда у тебя в доме имеется живность, такие как маленькие муравьи, тараканы или даже мыши. Значит, в доме можно жить. А, как вы знаете или некоторые не знают, от этих вышек излучателей из домов вся живность уходит. Это почти крайний показатель, что пора бить тревогу, а не радоваться, что наконец вы их вытравили. Конечно же, на вышках убийцах дело не заканчивается. В настоящее время в школах РФ массово идет установка рамок металлодетекторов под видом борьбы с терроризмом. Карта учащегося реализуется в школах в рамках пилотного проекта «Социальная карта москвича». Сама карта содержит всего два элемента – микросхему – чип и плоскую обмотку антенну, используемую как для электропитания карты, так и для связи с турникетом. Наведенное турникетом в антенне напряжение достаточно велико для того, чтобы после выпрямления и стабилизации снабдить карту энергией, необходимой для обработки информации и посылки обратного сигнала. Таким образом, сканер облучает чип в карточке и она работает как микроволновка и спускает лучи. При этом не ведется никакой разъяснительной работы с руководителями образовательных учреждений учителями и родителями, что в данных устройствах используются радиоволновые сканеры-облучатели, взаимодействующие с картой учащегося, работающую на частоте 13,56 МГц, совпадающей с частотой, которая применяется в медицине для активации межклеточной жидкости онкоклеток. В последних публикациях ученых разных стран выражена обеспокоенность возможным влиянием микроволновых сканеров на образование опухолей и мутаций в ДНК. Одна из немецких медицинских компаний рассказывает о локальном электрогипертермическом методе лечения рака. Celsius TCS – термоселекция рака. Гипертермическая система, которая включает в себя целенаправленное разрушение опухолевых клеток с использованием частоты 13,56 МГц. Частота передачи 13,56 МГц не только напрямую влияет на внеклеточную жидкость, но и вносит целый каскад других последствий. Эти условия не могут быть выполнены при сканировании пассажиропотоков, в том числе миллионов пассажиров метрополитена, как утверждает пресс-секретарь Роспотребнадзора по Омской области Елена Дайрукина. Чтобы не превышать коллективную дозу облучения, допускается сканирование не более 3,3 млн человек в год. Но при учете количества пассажиров аэропортов и вокзалов, осмотр всех пассажиров не может быть произведен без нарушения установленных норм. Все просчитано, не более 20 раз можно использовать установку, потому что каждое сканирование дает от 0,3 до 0,4 микродоз. Использование его не должно превышать в год 10 микродоз, то есть 20 обследований. В научно-медицинском центре NCBI, издаваемом Национальным Институтом Здоровья США, говорится, Остается неясным, приводит ли лечение с применением радиочастотных волн только к гипертермии или происходят какие-либо еще биологические воздействия на клетки организма. В электронном научно-практическом журнале «Креативная онкология хирургия» от 18.02.14 кандидат медицинских наук и директор НИИ проблем неспецифической патологии Русаков говорит о методе гипертермии в онкологии на частоте 13,56 МГц следующая. Сложно найти другой метод в медицине, который остался бы экспериментальным после 50 лет интенсивных исследований и отсутствия прогресса в лечении рака. Очередная фальсификация считается, что значимым при гипертермии в онкологии частота 13,56 МГц является только термический эффект. Существование биологического эффекта переменных электромагнитных полей отрицается. Роспотребнадзор установил, что установки досмотра в аэропортах и на вокзалах вполне могут вызвать онкологические заболевания. Геннадий Онищенко заявил, что выборочная и добровольная проверка ранее касалась только авиапассажиров. При этом проходивший эту процедуру знал, какую дозу облучения он получает и не превышена ли годовая норма. В соответствии с основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности НРБ-99-2009 и ОСПОРБ-99-2010 для человека, как правило, это не более 20 раз в году, потому что каждое сканирование дает от 0,3 до 0,4 микродоз. Использование его не должно превышать в год 10 микродоз, то есть 20 обследований, говорит Онищенко. Теперь наши дети вынуждены в школах проходить каждый день минимум по два раза через рамки металлодетекторов. Встает вопрос, кто и зачем вводит эти рамки в детских садах и школах. Ведь бесконтрольный подогрев онкоклеток, которые есть в каждом, это провокация активации онкопроцессов. Помимо же рамок металлодетекторов и психотропных вышек, вас совершенно без вашего ведома может облучить в общественном месте пси-оператор, как, например, вот в этом кинотеатре, где бдительный администратор просек неладное. Здесь стоит передача какой-то, снимаем крупный план передачи, находятся неизвестные какие лица. В это время передача работает на зал, каких бы то ни было разрешений на это мы не давали, мы проводим это в зале своем мероприятии и проводится данное действие неизвестные лица незаконно. Каким бы то ни было договором, это не предусмотрено. Мы считаем, что ущемляются наши права, в том числе автория. Мы хотим знать, на каком основании все это делается. В договоре это не предусмотрено. Что за нарушение договора в данном случае? Кто это делится? Это наша работа технического персонала. Почему этот технический персонал передачи направляет назад? Аппаратура ее специальная. На каком основании эта спецаппаратура здесь работает в принципе? Главный инженер. Пригласите его сюда. Сейчас пригласим. В соседнем помещении, а на нас работает на зал. Здесь посторонний персонал. Я понимаю. Почему это посторонний персонал здесь находиться? Это технический персонал. Пусть покажут. Пусть покажут. Я знаю, что вы не спрещаете. Почему здесь находится аппаратура, к которой я знаю, почему находится посторонний персонал. Я хотел узнать, где они, где они, где они, где они. Никакого служебного действия, никакого разрешения. Я считаю, что их действия нарушают наши законные права и интересы. Мы их с поличными здесь на месте поймали. У нас эти вопросы, они уже... Смотрите, они только что отпустили серийного наемного убийцу. Ну, даже если бы нашлась пара молодчиков, догнали и отдубасили его, уничтожили аппаратуру, я думаю, что в этот же день на службу к выродкам, организующим эту операцию, пришел бы другой и за хорошие деньги делал бы то же самое. Но точечное пресечение все-таки имело бы успех, будь, конечно, у народа сила воли и стремление к единению. Но все эти и другие виды облучений – это еще полбеды. Изотопное начертание. Что такое изотопное начертание? Это самое опасное среди электронной чипизации. Это наночастотные элементы-проводники, которые встраиваются в ваше ДНК, то есть в ваша биометрия. И эта программа начинает полностью поглощать человека на разрушение. И полностью встраивается это начертание через 8-12 месяцев. Это чип нового поколения. Возможности этого чипа несопоставимо больше по сравнению с обычным чипом. Новый чип может быть изготовлен путем нанесения лазерной татуировки на кожу человека или животного. Этот чип не нуждается в питании от постоянного источника энергии, так как состоит из живых клеток, которые функционируют естественным образом. При нанесении методом штрихового кодирования, например, этот чип не виден для глаз, но распознается сканером. При нанесении штрих-кода на лоб или руку человека происходит определение индивидуального алгоритма функции его мозга через рецепторы кожи, идентификация и подключение к мировому компьютеру зверя через систему спутников. Прошу заметить не спутников, а этих самых высокочастотных мачт. Вам в организм через лобное начертание вводятся наночастицы, которые и контролируются пси-вышками, и в дальнейшем можете сразу заменять термин «спутник» на психотронные вышки. Спутниковые антенны Триколор, например, тоже являются спутниковыми, но направлены они все почему-то на телевышку. Спутники, конечно же, есть, и мы с вами хорошо знаем, как они летают и как их доставляют на орбиту. В отличие от обычного чипа, имплантированного в тело человека, начертания бесполезно срезать с кожи, чтобы избавиться от контроля. После удаления обычного чипа можно избавиться от связи с контролирующим электронным устройством следящего центра. Так делают сбежавшие заключенные. А удаление лазерной татуировки не разрушает связь человека и компьютера, причем сама метка уже не нужна. На спутниках имеются мощнейшие энергоисточники, обеспечивающие возможность передачи высокочастотного сигнала на любые расстояния. Воздействие на психику человека через обычный чип не приводит к контролю над его сознанием. Чип может быть соединен только с ограниченным числом нервных волокон, и воздействия его на микроскопические участки мозга таким образом ничтожны. Воздействие на любой участок мозга или на весь мозг человека электромагнитным излучением через систему спутников. Здесь обширный спектр возможностей. Возможность введения человека в состояние стресса, меланхолии, слышание радиопередач местных радиостанций мозгом, а не через радиоприемник, внушение определенных действий, повторение им неизвестных ему текстов на неизвестных языках, доведение подопытного до самоубийства. Причем самому человеку и его родственникам внушалось, что все это галлюцинацией, следствием психического заболевания. Возможно также доведение человека до высшей степени эйфории, стимуляции напрямую отдела мозга, контролирующего выделение в организме дофамина, вещества по своим релаксирующим и анестезирующим свойствам в 50 раз превосходящим морфин. Сообщалось о том, что после нанесения штрих-кода солдата можно было обнаружить со спутника даже глубоко под землей, поставить диагноз в случае ранения на расстоянии и воздействовать на обменные процессы на клеточном уровне, останавливая кровотечение, например. Ускорение процесса регенерации, восстановления поврежденных клеток обеспечивает определенные участки мозга, контролирующие обменные процессы в клетках. Таким образом, из предоставленной информации следует, что мозг действует как приемник-передатчик или по сути является биопроцессором, а солдат или любой человек, которому нанесен штрих-код, как подключающее устройство – управляемым киборгом. Единственное, что стало понятно, что для того, чтобы всем людям эффективно можно было навязать такое воздействие, необходимо, чтобы в claimantstere человека находился некий модулятор такой небольшой, который бы общее воздействие чуть-чуть трансформировал на индивидуальное, под индивидуальной ритме человека, и тогда это воздействие оказывается эффективным. То же стало понятно, что вроде бы поначалу возникло препятствие, поначалу подумалось, что вроде бы одной половине человечества можно навязать нужные эмоции, А потом оказалось все-таки, что если ввести в тело-человекомодулятор, который позволял бы это воздействие сделать более тонким, то тогда можно и вот это усиление у человечества побороть и заставить их чувствовать то, что мы хотим, а когда получить власть над их интуициями. Нанесение штрих-кода лазером при сканировании изображения человеческого лица для изготовления биометрических документов – самый удобный способ для властей тихо, быстро и безболезненно решить проблему пропечатки населения. Которым затем можно управлять как безропотным стадом. Лазеры сейчас настолько малы, что их встраивают в фотокамеру. Что такое телефон? Телефон – это тот чип, который сейчас у вас в кармане, а завтра у вас будет в руке и во лбу. Вот здесь будет видеокамера, здесь телефон, светсвязь. В данный момент в мире применяются два вида начертания – лазерная татуировка и изотопная маркировка. Ставится оно всем желающим получить новые биометрические паспорта. Ставится под видом сканирования цифровой фотографии. Лицо человека и его биометрические данные меняются в процессе роста и формирования черепа. Однако, тем не менее, биометрическая фотография делается один раз и на всю жизнь. Даже во младенческом возрасте, что подтверждено начальником УФМС по Калининграду, сканировавшему лицо для поездки за границу своей пятимесячной дочери. И на вопрос корреспондента ОРТ, а не придется ли делать фотографию еще раз, ведь лицо ребенка непрерывно растет и изменяется, он заявил, что эта процедура один раз и на всю жизнь. Повторно ее делать не надо. Монитор центра видеонаблюдения аэропорта сканирует не все лицо проходящих пассажиров, а их лбы видно на всех записях. Владельцы биопаспортов безошибочно определяются компьютерной программой видеоконтроля и имеют упрощенный режим таможенного контроля. Сообщение об измерении компьютером расстояния между зрачками, которое, как они говорят, является строго индивидуальным, сказки для наивных людей. Идентифицировать расстояние между зрачками компьютер может только в статичном неподвижном состоянии и не под различными углами, а таких условий в аэропортах нет. Если бы слуги антихриста объявили заранее о своих намерениях по поводу революции во Франции или в России, убийств царей и многих миллионов верующих и захвата власти во всем мире, кто бы позволил им это сделать? Ни мировое правительство, ни сам антихрист не объявит всех рабами до установления абсолютной власти, и никто не скажет открыто, что наносит начертание. Поэтому не ждите приглашения для нанесения начертания, так как сказано «поклоняться ему принявшие начертания». 19 глава Откровения Иоанна Богослова, то есть те, которые сначала приняли начертание, потом уже поклонятся зверю. И нигде не сказано о том, что кто-либо будет заранее об этом сообщать. Сестра взяла биометрический паспорт. До того, как она взяла, она прошла процедуру идентификации, ей сделали фотолазером и взяли отпечатки пальцев. Обратите внимание на лоб. Такая метка будет светиться у всех, кто примет начертание. Называется она «метка зверя». Прежде чем вы получите пенсию или зарплату, вам предложат зарегистрироваться в банке. Это делается один раз. С человека снимается биометрия лица, отпечатки пальцев и слепок голоса. Слепок голоса – это ваша ключевая фраза, по которой вас будут распознавать. Все эти данные отправляются в единую биометрическую систему. И только после регистрации вы продолжите получать пенсию, зарплату или пользоваться медпомощью. При любых банковских операциях или каких-то услугах вам необходимо только в камеру показать свое лицо, а при запросе сказать свое ключевое слово. И дальше, куда бы вы ни обратились, везде вы должны будете предъявлять свои биометрические данные. Это очень унижает человеческое достоинство. Нам всем предстоит сделать самый важный в нашей жизни выбор – крест или хлеб. Что же со всем этим делать? Ну, как вариант, да. Не лишен смысла. На своем канале Юрий Андреевич Фролов очень подробно объясняет, как защититься минимально, причем защититься от всякого рода излучений. Wi-Fi, розеток, излучений компьютера, телефона, вышек опять же. Кто-то изобрел пластины, нейтрализующие эти излучения, но, честно говоря, не особо доверяю этим пластинкам. Некоторые кричат, чего вы прицепились к этим столбам? Это же GLONASS. А, ну раз GLONASS, тогда я спокоен. GLONASS – глобальная навигационная спутниковая система. Советская и российская спутниковая система навигации, разработанная по заказу Министерства обороны СССР. Разработка GLONASS началась в СССР в 1976 году. Изначально система создавалась для военных нужд, но затем нашла гражданское применение. Ее используют для управления транспортными потоками на всех видах транспорта, для контроля перевозок ценных и опасных грузов, для контроля рыболовства в территориальных водах, во время поисково-спасательных операций, для проведения геодезических съемок, при прокладе нефти и газопроводов, линий электропередач, строительства и т.д. Основная цель GLONASS – определение местоположения координат, скорости движения, составляющих вектор скорости, а также определение местоположения воздушных, наземных, морских объектов с точностью до 1 метра. То есть любой объект, корабль, самолет, автомобиль или просто пешеход, в любом месте, в любой момент времени способен всего за несколько секунд определить параметры своего движения. Сигналы GLONASS принимает не только GPS-приемники, бортовые навигаторы, но и мобильные телефоны. Информация о положении, скорости и направлении движения через сеть GSM-оператора отправляется на сервер сбора данных. И что, скажите, мешает этой системе не без помощи того же добавочного оборудования просто взять и подключиться к наночастицам, внедренных в ваш организм путем изотопного начертания? Многие до сих пор не верят на что способны нанотехнологии и забыли, что сначала все эти гаджеты и новшества изобретений появлялись в силовых структурах, разведках и так далее, а потом уже их вводили в народ. Но эти технологии в народ не уйдут. Уже. Потому что народ прозревает потихоньку. Ведь даже чип капсула, вшитый в ваше запястье, это нано-кибер-лаборатория, детонатор, который активируется, когда это будет нужно. Просто щелк. Примерно так. Так что пока эти вышки не раскрылись в полной красе, но уже и на этом этапе натворили дело. Но, насколько мне известно, то есть, хотя это засекречено, но то, что просочилось. Что именно? Просочилось то, что довольно сразу они обнаружили такое необычное явление, что если вот этот чип-модулятор, который позволяет получить власть на человека в неподдающемся воздействии, внедрять человека без его согласия, без его согласия, то он как бы теряет эффективность. Это было названо феномен непослушаемый. Он теряет эффективность. То работает, то не работает. Скажем, какое-то время, когда это не так важно, он работает и навязывает человеку нужные эмоции. А какой-то ответственный момент, бас, и все перестает работать.